Этот человек родился в Украине. Жил и на востоке страны, и на западе. Иванов Михаил Юрьевич, 1985. Но родился вообще в Луганской области, а проживал. Потом родители с бабушкой, с дедушкой переехали в западную Украину, там продали в Луганске все, и переехали в западную Луцк. После девятого класса он переехал в Россию, в Москву, где и живет до сих пор. А в Украине я оттуда еще уезжал с человеком, который болел за киевское «Динамо». Где-то отец за «Спартак» болел всю жизнь. За время жизни в Российской Федерации Михаил Иванов так и не получил российского гражданства. У меня закончился загранпаспорт. То есть с 15-го года как бы, ну да, вот, как без призыва. Сейчас работает грузчиком. В Москве у него была семья, но это в прошлом. Ну и вот как бы больше не женат, не имею детей. И вот хотел пойти как бы на СВО. Он решил, что для него пойти убивать бывших соотечественников – это единственная возможность стать гражданином России. Ну, основное гражданство и хочу отслужить. Я не служил просто и хочу как бы, ну, отслужить и, как бы, ну, узакониться, попытаться и нормально привести в порядок документы. Да, хочу быть русским. Он считает, что русский так бы и поступил. Пошел убивать украинцев. Я думаю по-русски. Я, ну, то есть, ну, как бы, я вообще русский. Я не, ну, не х***. Я не хочу, как бы, чтобы меня, чтобы я был связан, как бы, с этой страной. Я хочу получить гражданство. Тем более Луганская область, я уже непосредственно, где я родился, Брянка вошла в состав России и, как бы, ну, получается уже даже чуть русский. Он хочет быть не просто русским, а русским героем. Я все-таки надеюсь, вернуться, как бы, героем России хочу быть. Вот. Он даже прошел медкомиссию, собрал необходимые документы. Но с украинским паспортом на войну не берут, жалуется Михаил Иванов. Сдал кровь, флюорографию, документы, обошел кабинеты. В итоге сказали, ждите. Вот. Его не останавливает, что Российская Федерация напала на другую страну. Он верит пропаганде и Путину. Он даже жалеет, что Россия решила захватить всю Украину только сейчас. Еще был, как бы, настроен, чтобы это все произошло в 2014 году, когда это все было, вот, только началось. И чтобы сразу все пошло вот так, а не запускалось. Сам Иванов в армии не служил. И ничего не знает про военное дело. Но это его не останавливает. Никогда не обращался. Один раз, там, брали меня, там, знакомые на стрельбище. Вот. Там два раза, там, по порошку из пистолета выстрелил. Возможно, вы думаете, что он не понимает, что его ждет на войне? Нет. У Михаила есть друг, который воюет. И он ему рассказывает, что такое война в Украине. Его ранило осколком. Приезжал сейчас, говорит, половину его, там, товарищей нормально так, ну, в общем, поубивало. Поразбивало его отделение. И, как бы, вот он есть. Сейчас не знаю, как добираться туда. И кто там будет вообще. И как поменяются люди. Возможно, этот человек идет воевать против нацистов, которых видел, пока жил в Украине. Ведь российский телевизор наполнен рассказами про скинхедов, которые буквально маршируют улицами украинских городов. Ну, грубо говоря, сопляком. Я уже, когда сюда приехал в Москву, я застал скинхедов. Вот. И тут, как бы, это было более распространено. Я не могу сказать, что я там застал их, да, потому что, ну, я бы еще не интересовался такими вещами. Вообще, от слова совсем. Вот. А уже, как бы, когда я приехал сюда, здесь вот набирали популярность скинхедов как раз. По Москве в гриндерах бегали и собирали, что-то, блино там, с Мартинскевичем и т.д. и т.п. Ну, такие вот вещи. Вот это я застал. Ты должен быть готов пожертвовать за свое убеждение всем, понимая, почему ты живешь. Мы никогда не знаем, когда Родина скажет надо. Вот это сюрприз. Оказывается, что такое скинхеды Иванов узнал в Москве. Где это более развито? Странно, почему он хочет бороться с нацизмом в Украине? На самом деле, этот этнический украинец – живой пример того, что с человеком может сделать телевизор путинской России. Если его регулярно смотреть, верить всему, что по нему говорят. И не включать критическое мышление. А еще, если ты живешь в стране, где тебе за участие в преступлении обещают гражданство, кредитные каникулы, выход из тюрьмы, большую зарплату. Единственный способ, чтобы получить паспорт, отсрочку по кредиту или купить жилье – это пойти убивать людей. Зачем? А для чего напрягать мозги? Путин знает. Ему везде. Редактор субтитров А.Семкин